Доброго дня! Здравствуйте! Мы творческо-культурно-философское некоммерческое объединение Мудрость жизни 21 и это наш первый проект. Идея создания проекта возникла из чувства и видения того, как сложно современному человеку уйти по жизни. Да, и поэтому мы авторы и соавторы нашего проекта, являясь осознанными учениками жизни с большой буквы, решили поделиться теми знаниями, которые мы получили за все эти годы. На создание проекта нас вдохновили наши старшие товарищи. Это Ялтинское научно-философское общество «Мир через культуру» и Арифламма – Донецкий информационный портал. Флагманом нашего проекта была приглашена Ольга Лисицына. Пожалуйста! Благодарю! Она же Фьора де лавита – соавтор книг, которые мы будем писать для молодежи, для молодых семей и их детей. В нашем проекте очень много молодежи и студентов. И работая с ними, мы видим, что каждый день очень много вопросов возникает в обычных житейских ситуациях. Соответственно, мы понимаем, что у общества есть запрос. Те знания, которые нам передали старшие наши наставники, мы с удовольствием передаем молодежи. Спасение именно в них, в знания и в культуре. Через культуру мы можем спасти мир. Именно найдя гармонию через поэзию, музыку, живопись. Наш проект состоит из двух неотъемлемых частей. Они, как инь и янь, дополняют друг друга. Первая часть – это публицистические романы, рассказы и сказки, которые предназначены для четырех возрастных категорий. Первая – это молодая семья. Вторая – это их новорожденный ребенок. Следующая категория – подростки от семи до четырнадцати лет, наши школьники. И следующее – мы считаем самая важная категория от четырнадцати до двадцати одного года. Это молодежь, которую мы еще можем успеть ухватить до того, как они свалятся в ущелье невежества. Затем, написав все эти книги, что мы должны сделать? Это второй этап нашего проекта. Мы пригласили партнера «Битрикс-24» с прекрасной налаженной базой. Мы хотим собрать в одном месте все те сокровища, которые на протяжении тысячелетий, веками творческие, созидательные люди, яркие индивидуальности творили для нас. Все это мы хотим разместить в этом ресурсе, который будет открыт для доступа всех желающих познавать этот мир. И все это будет в шикарном, прекрасном, крутом формате. Как автор и куратор этого проекта, соавтор, благодарю за доверие, я хочу сказать, что мой тридцатилетний опыт предпринимательской деятельности в различных странах мира помог мне получить бесценный опыт. Но могу сказать, что одним из самых любимых моих проектов, это было мое участие в программе «Квартирный вопрос», где несколько проектов я провела, и вот там, да, надо учиться за 30 календарных дней, за два съемочных дня, когда ты знаешь, что на тебе лежит бюджет, ответственность. И владельцы квартиры, которые живут обычно у родственников и стесняют их, хотят побыстрее вернуться. Вот это тайминг. Поэтому работать в таких проектах мы умеем. И умеем покорять не только пространство, но и время. Я умею и знаю, как это решать проблемы. Я знаю, как организовывать и мотивировать команду. Я умею нанимать и увольнять. Поэтому мы точно уверены, что за 18 месяцев мы этот проект реализуем в лучшем виде. И хочу процитировать Фьоро де Лавито, это мой творческий псевдоним, как дирижер один, без своего оркестра, размахивая палочкой, не сможет издать звук из пространства. Так и автор, куратор проекта не сможет один сделать такой мощный, масштабный проект. Мудрость жизни 21. Это просветительский проект, который через истинные знания может помочь максимальному количеству людей быть и жить, опираясь на нравственность и гуманизм. Слышать свою совесть и пламенное сердце человека. Спасибо. Продолжение следует...